Девушки отдыхают Все края темни мои враспетит Без конца простор болей Светит солнышко на небе ясное Цветут сады, шумят поля Россия вольная, страна прекрасная Советский край, моя земля Нашей силе малокреской Нету края ни конца Богатый герой народ Советский славе Старина оттуда Светит солнышко на небе ясное Цветут сады, шумят поля Россия вольная, страна прекрасная Советский край, моя земля Светит солнышко на небе ясное Светит солнышко на небе ясное Моя земля За знакомство Хотя я вас давно знаю Откуда? А ты уволен, твой отец Правда? Ох, бандит он у тебя был Балтийский матрос Лизоньку, мать твою Силой замуж взял Всю жизнь поломал И комиссар проклятый Ты не обижайся Да я не обижаюсь Я ж все знаю Я мамины письма читал Всю жизнь другого человека любил А отца терпел Только чтобы мне карьеру не поломать А ты на похорону ее даже не приехал Вот это я себя никогда не прощу Лизонька сестренка моя Царствие небесное Ну что? Чай будем? Или кофе? У тебя кофе есть? А как же Ссыкурим Хм Раиса! А я? Кофе давай Ссыкурим Лицоньки Е? Заходите Разденьтесь Зачем? Вы русский человек Русский Разденьтесь Что-нибудь русским не надо? Бросайтесь Догола Догола Это как Догола? Догола Это невозможно Вас разденут силой Рот откройте Рот откройте Так, шире Хорошо А скажите? А Длинно теперь А А Язык поднимите Хорошо Закрывайте Сейчас глаза Так, нос Дышим Сейчас Дышим Еще дышим К стене пройдите Так Ноги Шире Еще Шире Наклонитесь Вперед До пола Руками Разведите Ягодицы Так Хорошо Теперь присядьте Руки В сторону Присядьте Еще раз Еще раз Руки за спину Присядьте Ага Еще раз Так Присаживайтесь А ему должно быть надоело Год за годом Перещупывать чужое белье Прорезать обувь Заглядывать в задние проходы Оттого лицо у него такое Черствое Неприятное Неприятное Зачем же вы все пуговицы Срезали Не положено То есть как А в чем можно находить Веревочки привяжите Какие веревочки Что за чушь Где их возьмут Развините из договора У тебя только что раздевался Мужин не забыл предупредить Еще раз А в чем Что за чушь Заги Не забыл У тебя Сделай У тебя Лет Napит У тебя 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 Подождите, что вы делаете, книги, подождитесь. Вы не имеете права, я же еще не осужден. А Дотти ждала меня в оперетту, звонила в министерство. Сразу же явились к ней с обыском. Огромная квартира, там пятерым человеком не переворошить за ночь. Что найдут, дураки? Дотти не посадят, последний год врозь, спасет ее, возьмет развод, выйдет замуж. А может и посадят, у нас все возможно, тесть остановит по службе, пятно, кто-то будет блеваться, отмежевываться. Все кто знал меня, верно поддано вычеркнуто с памяти. Да, я боюсь не смерти совсем, но что будут мучить тело. Твердость. Твердость. Как я мог даться так просто в руки? Из своей квартиры, с московских улиц, высокопоставленный дипломат, безо всякого сопротивления и без звука дал отвести себя запереть в этом застенке. Отсюда не вырвешься. Одеться можно? Пройдет время. Исчезнут государственные границы, армии, созовут мировой парламент, изберут президента планеты. Он умножит свою голову перед человечеством и скажет. У вас в шее нет? Вы что, дипломат? Ну и что? Какие у вас жалобы? За что меня арестовали? Дайте прочесть, дайте прокурору. Вас не об этом спрашивают. Вензаболевание отрицаете? Что? Вензаболевание, гонорея, сифилисом, мягким шанкром. Не болели? Проказы, туберкулезом. Я здоров. Дядя, а что у тебя здесь все газетами позавешено? Исключительно партийная газета «Правда». Начиная с 24-го года. Вот. Например. Послушай. «Правда» за 40-й год. «Я знаю, как германский народ любит своего фюрера. И поэтому поднимаю тост за его здоровье». Иосиф Сталин. А, или вот. Газета от 24-го года. В ней Сталин защищает верных ленинцев Каменева и Зиновьева от обвинений в саботаже Октябрьского переворота. А теперь за хранение сего срок дают. Ты не боишься? Слегка. А что? Газеты повешены от солнца и пыли. А почему вы, гражданин, именно эту газетку храните? А я ее не храню. Какая попалась? Главное, только пометки не делать. Ну, я на память знаю, что в каждой искать. Здорово. Получается, тайный архив. Дядя Венер, да ты у нас конспиратор. Ну, Иннок, завтра день будет, ты же не уедешь. Сейчас тушить пора. Нагорает много. Атомную бомбу они сами ни за что не сделают. Могут и сделать. Я даже слышал, на днях будет испытание первой бомбы. Брехня. Ну, объявят, а кто проверит? Такой промышленности у них нет. 20 лет делать надо. Но если сделают, пропали мы, Иннок. Думаешь? Убежден. У них она не залежится. Война это гибель. Война ведь страшна. Ни продвижением войск, ни пожарами, бомбежками. Она страшна тем, что отдает все мыслящее в законную власть. Тупоумие. А, впрочем, у нас и без войны так. Ну, спи. Ой! Что такое? Да прям по башке вот этот... Дон Кихот. Мой любимый персонаж. Мой тоже. Спокойной ночи. Сколько великих, безвестных потомств и намерений погребли в себе эти стены, заперли в себе эти боксы. Проклятая, проклятая страна. Все горькое, что глотает, она оказывается лекарством лишь для других. Ничего для себя. Счастливая какая-нибудь Австралия забралась к черту на кулички и живет себе без бомбежек, без пятилеток. И зачем я погнался за атомными ворами? Уехал бы в Австралию, остался бы там частным лицом. Умереть не жалко и умереть, если бы люди узнали, что был такой гражданин мира Иннокентий Володин и спасал их от атомной войны. Атомная бомба у коммунистов и планета погибла. В подземелье застрелят, как собаку. Отделы запрут на тысячу замков. И все. Так, вы почему еще не одеты? Одевайтесь быстро. Руки назад, на выход. Лицом к стене. Вперед. Лицом к стене. Вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Впереди будет или расстрел, или пожизненное одиночное заключение Что-нибудь остужающее кровь, вроде Сухановского мастаря, о котором ходят легенды Запретят днем сидеть, запретят годами говорить И никто никогда не узнает обо мне И сам я не буду знать ни о чем в мире Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Встаньте Встаньте Встаньте, встаньте Встаньте, я сказала Хочу спать Сидеть спать невозможно Не положено Только отведите туда, где могу лечь и поспать Если вы не встанете, вас накажут Фамилия Володин, имя, отчество Иннокентий Артемьевич Год рождения 1919 Место рождения Ленинград На выход с вещами Руки назад Стоять Заходите Заходите Стоять Раздевайтесь Догола Зачем? Мыться Зачем? Я чистый Мыться Полотенце и мыло на скамье Зачем? 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 Продолжение следует... 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 Вы знаете, мне очень любезно дал разъяснение один лагерный цензор. Во время предпраздничного обыска у меня был отобран толковый словарь «Даля», на том основании, что он издан в 1935 году и поэтому подлежит серьезнейшей проверке. Когда же я показал цензору, что словарь есть фотомеханическая копия с издания 1881 года, он мне охотно эту книгу вернул. Да, и он разъяснил, что против дореволюционных изданий ничего против не имеет, так как враги народа тогда еще не орудовали. Вот да, и такое огорчение. Есенин издан в 40-м. Пусть так. А вы читали эту книгу? Вы всю ее прочитали? Вы можете подтвердить письменно это? Гражданин майор, отнимать у меня подписку по статье 95 УК РСФСР у вас сейчас нет никаких юридических оснований. Устно же я подтверждаю, да, я имею дурную привычку держать лишь те книги, которые я читаю, как и обратно читать те книги, которые у меня имеются в собственности. Тем хуже для вас. Итак, суммарно я повторяю свою просьбу. Согласно седьмому пункту раздела Б, тюремного распорядка, верните мне незаконно отобранную у меня книгу. Согласно седьмому пункту раздела Б, тюремного распорядка, верните мне незаконно, как и обратно читать те книги, которые я читаю. Согласно седьмому пункту раздела Б, тюремного распорядка, верните мне незаконно, как и обратно читать те книги, которые я читаю. О хозяине старым тужить. Это о каком хозяине? Это чьи ладони-то? Есенин, ему классово ограничил, многого недопонимал. Ну как Пушкин. Кто? Как Гоголь. Ну вот это, например. Ну вот это как понять? Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Вы знаете, это очень просто. Не пытаться примирить белую розу истины с черной жабой. Глодейство. Гражданин майор, извините, у меня нет времени, чтобы входить с вами в литературное разбирательство. Меня там ждет конвой. Шесть недель назад вы заявили, что отошлете запрос в главлит. Вы посылали его? Я не обязан перед вами отчитываться. А книгу эту я вам не отдам. И потом, все равно ее вам не вывезти отсюда. Гражданин майор, я надеюсь, вы не забыли, как я два года требовал с Министерства госбезопасности вернуть мне незаконно отобранные у меня польские злотые. И хоть в 20 раз усчитанные в копейки через Верховный Совет их получил. И надеюсь, вы не забыли, как я требовал пяти граммов подболточной муки. Все надо мной смеялись, но все-таки я своего добился. И множество других примеров. Я предупреждаю вас, эту книгу я вам не отдам. Я умирать буду на Колыме, но я и там вырву ее у вас. Заполню жалобами на вас все ящики ЦК и Советы Министров. Отдайте мне ее по-хорошему. Хорошо. Я возвращаю вам эту книгу. Но учтите, вам ее мы не дадим вывезти. Псих. Здорово, ребят. Таких людей на этап посылают. А Русь куда Ронина? Какой же гад его сдал? Ты не сдал. Я? Ты. Да ты что? Ребят. Серафима Витальевна. После вчерашнего безжалостно обращаться к вам. Но труд мой гибнет. Мне его сжечь. Вы не возьмете его? Дайте. Спасибо. Доброе утро. Поверьте, Глеб Викентьич, меня не предупредили. Я не знал. А сегодня уже ничего, поправить нельзя. Да ну что, Владимир Вениаминович. Я все понимаю, но я сам выбрал. Да. Материалы по артикуляции мне передать Серафиме Витальевне? Да, да. Продолжение следует... Прости, перепелочка. Ребят, да что же это такое-то, а? А что случилось? Ну как что? Тебя отправляют, а мы все как будто бы одервенели. Никто даже не возмущается. Да ты же возмущаешься. Ну и бежит. Тебе? Перестань, ну... Держи, держи. Стул не нужен? Хороший. Нет, спасибо. Мои часы положили в камеру хранения. До конца завода они еще будут идти. Потом остановятся. И никто больше не будет их заводить. И с этим положением стрелок они дождутся. Или смертью. Или смертью хозяина. У меня были деньги. У меня были деньги, костюмы, почет, женщины, вино, путешествия. И все эти наслаждения. И все эти наслаждения я бы швырнул сейчас в преисподнюю за одну только справедливость. Дожить. Дожить до конца этой шейки и послушать ее жалкий лепет на суде. Все, кто знал меня, верноподанно вычеркнут из памяти. И никто на земле никогда не узнает, как я, Иннокентий Володин, пытался спасти цивилизацию. Хотелось бы дожить и узнать, чем все это кончится. Глеб. На. Слышь. Спасибо. Спасибо. Я ж не курю. Спасибо. 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 О, брата, у тебя помазка нет. Я все равно дал обед не бриться до дня оправдания. Возьми. Мужик, спасибо. Слушай, только ты так ошарашился, что забыл про лагерные порядки. Кто мне в лагере даст бриться самому? На, держи. До оправдания. Поможешь книги собрать? Отнести библиотеку. Держи. Кстати, как твоя подопечная? Дипломат. Да, он дипломат. Да, дипломаты из Министерства иностранных дел говорят, ночью арестовали главных двух. Почему двух? Ну, подозреваемых. История требует жертв. А может, того как раз они поймали? Да нет, я думаю, схватили. К обеду обещали магнитные ленты с допросов сравним. Ну, тебе хватит, брата. Так. Ну что? Слушай, а зачем все-таки Советскому Союзу атомная бомба? Мне кажется, этот парень, дипломатор, судил не так уж и глупо. Да нет, мы московский пижон, предатель. Мелкий супчик, поверь. Привыборщик, занимайте жилплощадь. Стол ваш. А ключ? Здравствуйте. Спасибо. Андреич, вот и все. Покойник был веселый, улыбался. И мы там будем. Ну, когда теперь увидимся-то? Где? А? Не верится, чтобы передвигаясь самостоятельно ногами на каком-нибудь городском тротуаре? Для призраков закрыл я вежды. Лишь отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Пишите. Ку-ку. Андрей, иду. Приворы где? Генчик. Даешь согласие работать расчетчиком, и, может быть, я смогу тебя оставить. Тут в одну группу. Ну, надо будет вкалывать. Говорю честно. Митя, спасибо тебе. Но у меня такая возможность уже была. Если вкалывать, когда развиваться? Как это говорится? Не море топит, а лужа. А я хочу попробовать пуститься в море. Понимаешь меня? Так. Друзья, надо помириться. Митяй. Почему вы обращаетесь ко мне? Люба. Знаешь, почему лошади долго живут? Не знаю. Потому что никогда не выясняют отношений. Ага. Понятно. Ну-ка, держи. А ну, идите сюда. Эх, дураки мои. Если бы вы знали, как мне будет пас не хватать. Глеба, ты здесь? Здесь, Данилыч. Проходи. Здорово. Садись. На-ка. Глянь. Отдал, змея. Ну? Дай-ка я найду тебе. Прочтешь. Кати, Глеб. Лагерную жизнь, ты знаешь. Душа болеет за производство, а ноги тянутся в санчасть. Я уж не новичок, Данилыч. Не боюсь. Хочу попробовать работнуть. Знаешь, как говорится? Не море топит, а лужа. Вот. Письмо от матери. А, твое-то письмо. Ты это получил? Да. Давай. Да когда тебе? Давай. Дорогой мой батюшка. Дорогой мой батюшка. Не то, что писать вам, а и жить я больше не смею. Нержин! Сами по-хорошему так наголо садитесь. Все собраны, двое последние. Прости, Данилыч. Давайте, давайте. На выход. Данилович, Данилович. Веселей, веселей. По одному с вещами. Хоробров. Герасимович. Сидоров. Нержин. Заводи! Братцы, я на следствие еду. Кто тут? Кого упозят? Руська, ты что ли? Я, тут, босс. Руська, кто тебя продал? Веромаха. Разговоры. Вот гад, а. Дратьеву перегреб. А сколько вас? Четверо. Руська, тебя били? Били. Да молодец, Руська, слышишь? Молодец. Держись. Не робей, не робей, Руська. В лагере встретимся. Разговоры. Руська, я кому сказал. Заткнись, сволочь. Сука. Вертухай. Ничего. Я, ребят, не жалею, что уехал. Разве это жизнь на шарашке? По коридору пойдешь, на сиромаху наступишь. Каждый пятый стукач. Не успеешь в уборный звук издать. Сейчас кума известна. В воскресенье уже второй год, нет, сволочь, а. 12 часов, рабочий день. За 20 грамм маслица все мозги им отдай. Гады. Переписку с домом запретили. И работай. Да это ад какой-то. Нет, друзья. Это не ад. Это не ад. В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка это высший, лучший, первый круг ада. Это почти рай. Когда начнется война, шарашечных зыков слишком много знающих передравят через хлеб. Как это делали гитлеровцы? Я же говорю, лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. Их ожидала тайга и тундра, полюс холода, оймякон и медные копии джесказгана. Их ожидала только худшая. Но в душах их был мир с самими собой. Ими владела бесстрашие людей, утерявших все до конца. Бесстрашие, достающееся трудно, но прочее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok